Говорят, что некоторые родители приводят сюда детей, чтобы показать им, к чему приводит болезненное собирательство ненужных вещей. Глядя на этот балкон, захламленный коробками и пакетами, вспоминаются гоголевские описания запущенного жилья Плюшкина. Жуткий запах ощущается еще на подходе к дому. Только представьте, как пахнет вблизи, в самом подъезде и в квартирах соседей. Если бы камера передавала запах, зрители сейчас бы отпрянули от телеэкранов. Этот запах, мы живем на третьем этаже, и он поднимается. И открыть балконную дверь, что проветрить невозможно, особенно летом, потому что этот запах весь идет в квартиру. И мы эту сторону, где кухня, где должна быть обязательно открыта форточка для проветривания, когда работает, мы открыть не можем, потому что сильно и вонище. Моем даже с хлоркой подъезд, и это тоже не спасает от этого запаха. Хозяина квартиры, откуда доносится зловоние, дома мы не застали. Соседи говорят, что он приходит редко и, как правило, ночью. Дверь в квартиру приоткрыта, там не перестает лаять и завывать собака. Возможно, от голода и одиночества. Решить проблему с соседом по-доброму у жильцов не получается. Навести порядок в своем общем доме они пытаются вот уже несколько десятилетий подряд. Пока безрезультатно. Вы лично разговаривали с хозяевом? Разговаривал, разговаривал с Игорем, просил его убрать. Вот он сказал, мне надо разобраться там, потом вывезу я. А сколько это времени длится? Вот это. Свалка на балконе, да. Это лет 30, наверное. И убрать, и договориться не получается. Мать была жива его. Мать таскала, пером таскает туда все пакеты. И соседи жалуются все. Говорят, что ходили к мастерам и всем. Юрист, управляющий компанией «Центр», который обслуживает этот дом с 2015 года, пояснила нам, что с подобными жалобами письменно в УК никто не обращался. Однако у сотрудников «Центра» есть множество претензий к хозяину той самой квартиры, где на балконе красуется свалка. Оказывается, он не раз затапливал помещение управляющей компании и накопил долги за коммунальные услуги. Сегодня открыты судебные производства по взысканию с него в общей сложности 250 тысяч рублей. Но управляющие компании скованы законодательством. Как правило, у них уходят годы на тяжбы, прежде чем удается выселить такого жильца. Мы готовы выйти к нему в квартиру, готовы провести даже за свой счет ремонтные работы, дабы не допускать этих ущербов. Однако пытались даже несколько раз выйти с работниками полиции. Ни нас, ни сотрудников полиции он в квартиру, к сожалению, не пускает. На сегодняшний день мы поставили такие условия, что да, ущерб причиняется нам, ущерб и причиняется жильцам, но исполнить решение о суда мы не можем, потому что а – это единственное жилье, б – он нигде не работает, и в – он как бы трудоспособный, то есть у него нет пенсии. Когда репортаж готовился к эфиру, к нам в телерадиокомпанию пришел хозяин той самой квартиры, представился Игорем и заявил, что он не считает свое поведение отличающимся от нормы. Там вещи просто в мешках, ну, неаккуратно лежит, но это не свалка. Да, вид может быть некрасивый, но это не свалка. То есть вы считаете, что это нормально? Нет, мне это тоже не нравится, но я это разберу, я не вижу в этом, что это мешало бы соседям. И все же у жильцов многоквартирных домов есть права на чистоту возле подъезда и свежий запах на лестничной площадке. И суд может защитить эти права и обязать собственника жилья навести порядок. Тем, кто страдает от своих соседей, специалисты советуют не ждать, когда в вашем доме появится вот такая антидостопримечательность. И при первых признаках вредительства общему имуществу дома и жильцам обращаться в управляющую компанию и в суд. Марина Степанова, Деливер Меджитов, Новости ХТВ.